Внимание программы новости. 24 набережной Челны по-прежнему сосредоточены на проблеме дольщиков 65 комплекса. К этой теме мы возвращаемся и сегодня. Ведь нынешним утром состоялось выездное совещание на объектах микрорайона Ешлег с участием застройщика, подрядчиков, представителей исполкома и тех, кто годами ждет заселения. Подробности очередного раунда переговоров всех сторон в репортаже Егора Орлова. На стройке случается всякое. Эта фраза сейчас, наверное, самая часто произносимая здесь, на объектах в 65 комплексе. С этого начинают подрядчики и субподрядчики, например, когда отвечают на вопрос застройщика, почему не уложились в сроки и планы. Потому что много стеклов бьют и приходится заново их устанавливать. Бьют там же много субподрядчиков, не знаю, за руку не поймались. Обвиняли подрядчики в срыве недельных планов даже коллег по цеху. Правда, без конкретных уточнений. Это реакция на расспросы генподрядчика. Люди болтаются. О чем вы говорите? В прошлый раз так храбро сказали, что все, 25-го закончен. Представителя застройщика. Замкнуть первые декады августа завершение строительства и осуществление итоговой проверки. А также начальника управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития. Моя задача, чтобы застройщик работать в рамках того законодательства, которое существует. К концу августа должна заработать капитальная канализация. Подрядчиков на этом объекте много и так или иначе они все зависят друг от друга. Прямо эстафета смежников. Некоторые ждут, пока коллеги завершат предыдущий этап работ и так далее. Сроки уже не раз согласовывались, но выдержать их можно, только закрыв глаза на несоблюдение техники безопасности. Возражают специалисты по горизонтальному бурению. Нас гонят на нарушение основ строительства, но мы пока вот сопротивляемся. Ну и соответственно подкормка денежная, хоть и говорят много дали, на самом деле очень слабая. Такие дискуссии само собой волнуют в первую очередь будущих жильцов. Пока нет коллектора, не будет тут и новоселий. Сегодня могут звучать одни сроки, завтра они будут совершенно другие. Надо только время и по истечении этого времени уже будем разговаривать. Но сроки застройщик, несмотря на волнение дольщиков и некоторых подрядных организаций, четыре из которых сегодня занесли в список отстающих от плана, обещал не сорвать. Оставшиеся блоки 65-10 планируется вводить с августа и по первый квартал следующего года. Также в последний месяц лета начнется сдача дома 6504. В строительстве находятся жилые дома 6505, который будет доводиться до стадии готовности на сдачу в этом году. В декабре жилой дом 6506, который будет вводиться вторым кварталом следующего года. Замыкает этот список 6503. Последние очереди дома введут в эксплуатацию лишь ближе к концу 2015 года. Со своей стороны городские власти пообещали содействовать ускорению процесса приемки объектов гострой контролем. Чтобы было минимальное количество проволочек административного характера, чтобы документы не задерживались, чтобы все рассматривалось не просто в нормативный срок, а в кратчайший срок. Но о том, чтобы ускорить как-то само строительство, сегодня на совещании почему-то никто не говорил. Упор делался на то, что сроки определены и их надо просто выдержать. Помочь этому как раз и должны подобные выездные совещания. Егор Орлов, Ленар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.